Забыла, что ты не замужем, начала всем помогать, все. Я видел в жизни уникальный случай, уникальнейший просто, я был так удивлен в этом случае. Одна девушка у меня, ну как бы, она всегда помогала, когда я приезжал готовить, там убирать. Я всегда благословлял ее, говорю, чтобы ты вышла замуж, чтобы у тебя все хорошо было в жизни. Она меня спрашивала, когда я выйду замуж. Я смотрел на ее судьбу и видел, что практически невозможно выйти замуж. Судьба очень тяжелая, одиночество. Я ей говорил, продолжай развиваться, работай над собой. Придет время, и ты выйдешь замуж. Когда сказать не могу. Прошло пять лет. В предыдущие годы она как только приезжала, сразу первый вопрос. Ну когда же я посмотрю на мою судьбу, я отработала судьбу или нет? Я смотрю, что-то дальняя дорога. Она очень старалась, молилась каждый день, была такая энтузистичная. В один год я приехал, она такая готовит, смотрю, такая сияет, вся такая жизнерадостная. Меня внимательно, жизнерадостная, сияет, вся такая. Я говорю, ты что меня не спрашиваешь? Когда замуж выйду, что вышло уже? А она говорит, нет. А я говорю, а что не спрашиваешь? Она говорит, а мне что-то так хорошо стало. Я обо всех люблю, обо всех забочусь. Как-то забыла об этом вопросе. Я просто, просто, я просто увидел необыкновенное чудо. Вот когда человек с такой тяжелой судьбой забыл об этом вопросе, я увидел, что все, она победила свою судьбу. Я говорю, вот теперь ты точно скоро выйдешь замуж. И когда у человека сильное препятствие в жизни, сильное препятствие, то Бог дает сильную награду потом. Так устроен этот мир. Некоторые думают, слепой человек, искалеченный, глухой, значит, он обречен на страдания. Эти люди имеют сильное препятствие и сильную награду. И я в своей жизни, так как я много людей видел, я видел и таких. Я знаю одну женщину, девушку, 20 лет, которая обездвижена. Ее родители вывозят на улицу, когда уходят на работу, потом приезжают, забирают. А когда она стоит в колясочке на улице, там очередь людей идет к ней за вопросами, потому что она живет в молитве, и она просто людям говорит все, все это сбывается. Она благословляет, и это работает. 20 лет всего. Так она счастлива, она сияет, от нее лица свет идет. Понимаете? Она не чувствует себя обездоленной. И вот эта девушка, она вышла замуж за очень возвышенную личность. Сейчас живется в том месте. Вместе с ним. Очень счастливая семья. Почему бы вам не на это не равняться? Вот почему бы на такой пример не равняться? Другой пример. Одна женщина, тяжелая судьба личной жизни. Четверо детей одна. И она такая, научилась жить правильно. Радостная такая, всем помогает. Не работает. Дети маленькие, не работают. Я говорю, откуда деньги берешь? Она говорит, я не знаю, со всех сторон валится. Я не поверил, думаю, может она шутит. Она мне говорит, Олег Геннадьевич, полечите вот человека. Он болеет сильно. Я говорю, ну у нас драгое лечение. Сможет оплатить человек? Она говорит, да вообще, Олег Геннадьевич, не волнуйтесь, соберем деньги. Она сама без штанов как бы не работает. Четверо детей. Деньги начала собирать. За пару дней собрала. Вот и все.